приветствую приветствую вас на канале строй сам пару дней назад вышло видео про фронтоны деревянные фронтоны вот мы делаем сейчас брусовой дом и я рассказал как сделать настоящие брусовые фронтоны чтобы они не шатались как любят все у деревянные дома вот мы приходим увидите все шатается просто капец стенку толкаем она вся ходит я показал даже на примере фронтонов отдельно стоящих как бы стен которые высотой у нас три метра что они не сдвигаются ни на миллиметр и там сразу спросили а какую крышу надо делать под вот эти фронтоны кто-то там сразу даже в комментариях ответил что только-только на скользящие да конечно только-только на скользящие это я сейчас все покажу расскажу вот крыша на скользящих фронтонах но ой не на скорее на скользящих пластинах да вот на самом деле никуда не дается у нас как бы идет пластина но я потом покажу просто там снимать не очень удобно она у нас спаяться чуть наискость то есть не так вот четко ровно а чуть наискость большой проблемы нет вообще никакой проблем нет во первых даже вот этот кусочек уже держит просто можно было поизъебываться как говорится сделать какие-то выпила вот туда уже прикрутить и сделать типа как положено на самом деле вот этот маленький кусочек он тоже будет держать он очень толстый и самое главное маленький что у него нет рычага такого чтобы он куда-то отгибался и на самом деле они нужны вот эти скользящие только для того чтобы во первых бревна стропила стояли четко между 59 сантиметров да а когда мы набиваем уже бруски и обрешетку то вы сами понимаете она никуда не денется их можно вообще снять и они тихонечко по брусу будут скользить тем более в отличие от каркасного фронтона у нас крайним фронтоном приложены стропила которые естественно те стропила будут связаны обрешеткой со всеми остальными то есть это крыша уже никуда не пойдет от слова совсем в отличие может быть даже от каркаса да что многие вот давайте каркасную крышу еще чего-то знаете недавно совсем недавно я думаю во всех регионах было штормовое предупреждение был сильнейший ветер просто сильнейший и вот честно говоря у нас там писали люди в чате я живу в коттеджном поселке вот у кого там теплицу несло причем унесло вообще вот через поле вот как здесь вот все нашли вот там вот буквально около леса вот когда уже и лететь было некуда но речь идет не об этом вот именно каркасные дома у многих наверное у кто-то может у избея не было обито да или еще что-то просто сразу ушла отделка естественно ветер как-то задувал и вот они реально говорили знаете наш дом как-то даже пошатывается в москве недавно но недавно может год или два назад было в каком-то коттеджем поселке вот развалила именно каркасные дома именно каркасные потому что они легкие у них большая парусность и естественно вот эти гвоздики вот на такой площади забитые туда они никак не сыграют на это само ну в принципе это отдельное видео каркас брус это вот я как раз собираюсь снять может быть следующее расскажу вам про каркасные дома то чего вы не знали а сейчас мы говорим именно брусовых сейчас я вот полезу на крышу пока вот есть у меня зарядка в телефоне как я уже всегда говорю пока мороз он разряжается просто очень очень быстро покажу все узлы верхнее крепление да чтоб оно могло раздвигаться нижнее крепление я уже сказал там вот эти скользящие ну и остальное так коснусь абы-кабы потому что в принципе видео снимал уже как делать надо и обрешетку и черепные бруски и все остальное можно найти посмотреть но тем не менее у кого есть какой-то вопрос можно даже не искать не листать видео просто набрать меня я все расскажу и покажу идем на объект нам решетка у нас стандартная по 35 между под металл и черепицу пленка у нас андутис хороший видите даже с этой самой с лентой склеящий ну и здесь у нас как говорится на болты вот и с одной стороны шпилька и с другой стороны все закручено чтобы они могли раздвигаться вот лежат просто на фронтоне вот я вам показывал уже тут три фронтона о три бруска на коньке и просто вот так лежат на них сами будут под воздействием раздвигаться если сбить на гвозди или на пластины такого не произойдет вот только только на шпильке шпильки мы используем от 16 до 20 то есть толстые не как многие там на десятку с мизинец толщиной ну в принципе здесь и все крыша идет стандартная под металл черепицу как я уже сказал стропила пленка стропила пленка черепной брусок обрешетка и сверху металл вот кстати сейчас натягиваем пленку и на степле на коньке на коньке пленка должна обязательно внахлёст чтобы ничего не было но это чуть позже может быть покажу ну вот и пленочка на коньку подобрались вот отсюда обязательно нужно делать нахлёст то есть на ту сторону то есть следующая пленка пойдет где-то вот отсюда чтобы конек полностью перехлёст вот дошли видите что видно было шло у нас вот до туда это уже конек сейчас мы спустили новый и вот он примерно эти вот до середины вот-вот-вот ветром и задирает то есть конек должен быть полностью полностью перехлёст эти примерно на сантиметров 70-80 его перехлёстывает сейчас сделаем бруски и тогда вот будет легче вот наверное все если есть какие-то вопросы пишите в комментарии звоните по телефону если кому-то требуется строительство звонить обязательно построим помните только что брус еще пилится где-то полмесяца месяца и заказывать его надо заранее ну вот постелили уже черепицу принципе сегодня объект будет закончен сейчас вот монтаж конька произведем и все будет готово вот вид с другой стороны и и тогда приступим тут нам надо будет еще сделать обсаду на этом все с вами был канал строй сам если что обращайтесь построим такой же домик можем больше можем меньше можем баньку так но с и так и и